Сахалинца арестовали за убийство. В Рождество в Паранайске на улице Восточной обнаружили тело 32-летнего мужчины. Как поделились в Следственном комитете области, в совершении преступления обвиняется 31-летний знакомый погибшего. По версии правоохранителей, 7 января потерпевший пришел в гости к приятелю. Мужчины устроили застолье. За очередным стаканом горячительного они повздорили. После выяснения отношений гость вышел на улицу. Хозяин дома схватил нож, догнал оппонента и нанес ему множество ударов клинком. От полученных травм его жертва скончалось на месте происшествия. По уголовному делу проводятся следственные действия. По решению суда фигурант заключен под стражу. При пожаре в Паранайске огнеборцы эвакуировали четырех человек. Это произошло 9 января. В 4 часа утра поступил сигнал о ЧП на улице Театральной. Через 4 минуты спасатели уже были на месте происшествия. К этому времени на пятом этаже многоквартирного дома полыхала кровать. Члены звена газодымозащитной службы спасли одного человека и эвакуировали трех из соседних квартир. Стихию полностью ликвидировали за 37 минут. На месте работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники противопожарной службы области. Теперь причины возгорания устанавливают специалисты. Родственники и полиция ищут 42-летнюю Южно-Сахалинку. Маргарита Сергеевна Стриженкова ушла из дома в областном центре 1 января 2024 года. Она поехала к другу, а потом должна была направиться к сестре. Но у родственницы не появилась. К семье не вернулась, на связь не выходит. Женщина среднего телосложения, у нее темные волосы. Во что была одета, неизвестно. Если вам известно что-то, что поможет найти Маргариту Стриженкову, просьба позвонить по телефону 789-421 или 789-648. Ватсап 8 962 120 66 98. Житель островного региона после разговора с сотрудником сотовой связи лишился крупной суммы денег. 9 января 64-летнему южно-сахалинцу позвонил лжеспециалист. Якобы клиенту увеличат плату по абонентскому номеру, но можно этого избежать и оставить действующий тариф. Для этого надо лишь назвать код из СМС, что мужчина и сделал. Позже пенсионеру сообщили, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. Потерпевший поверил, что если самому взять займ и перевести на другой счет, то деньги не достанутся аферистам. Таким образом, он лишился 400 тысяч рублей, полученных от банка. Позже сахалинец понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. В ведомстве возбудили уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители устанавливают личности и места нахождения всех причастных к преступлению. В Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в краже морепродуктов. 22 декабря 42-летний фигурант распивал спиртное со знакомым. Застолье опустошило его кошелек. Тогда мужчина решил пойти на преступление. Он повредил двери в магазин морских деликатесов, проник внутрь и похитил креветки, осьминога, палтуса и икру. Половину добычи сахалинец съел, другую продал. Общий ущерб составил около 104 тысяч рублей. Как отметили в пресс-службе ОМВД области, ранее подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о краже с незаконным проникновением в помещение. Расследование продолжается. Сахалинец отправится на скамью подсудимых за кражу из автомобиля. 45-летний житель областного центра пошел на преступление в октябре прошлого года. В селе Дальнее на улице Крымской он обратил внимание на припаркованные машины. Одна из них была в аварийном состоянии после ДТП и не оснащена сигнализацией. На нее и пал выбор злоумышленника. Под прицелами камер видеонаблюдения мужчина разбил окно и проник в салон. Его добычей стали аккумулятор, мелкое имущество, а также сумка, в которой находились документы и 40 тысяч рублей наличными. Похищенное правоохранитель нашли в квартире фигуранта. Расследование завершено. Сахалинцу грозит до пяти лет лишения свободы. Южно-Сахалинец предстанет перед судом за незаконное распространение порно. Расследование уголовного дела в отношении 30-летнего фигуранта завершено. Полицейские установили, что с января по мае 2023 года мужчина в социальной сети создал несколько сообществ. Как администратор он публиковал там разные эротические материалы. Еще в четырех сообществах Сахалинец воспользовался услугой автоматического постинга с одного из сайтов. На него мужчина также загружал фото и видео интимного характера. Согласно уголовному кодексу, любителю клубнички грозит от двух до шести лет лишения свободы. Наказание ему определит судья. Субтитры создавал DimaTorzok